Говорите. Моя семья получила здесь служебное жилье. Вот оно, общежитие. На 8 квартир. Предоставлялось служебное жилье, чтобы в последующем при выделении государством жилья люди отсюда переезжали уже в нормальные квартиры. Проработал я более 20 лет. И в 2005-м ушел на пенсию. По выслуге лета. Ушел на пенсию. И вот в этом году, где-то в середине марта, начальник общественного изолятора собрал всех жильцов этого общежития. И объявил, чтобы до 15 апреля мы все покинули занимаемые нами помещения. Объяснив это тем, что они им нужны для служебных кабинетов. На вопрос, куда нам выезжать, мне это неинтересно. Я не знаю, куда хотите, куда выезжайте. Ссылаясь на начальника управления крымского и на московское руководство. Ну, хорошо, до 15-го, так до 15-го. Но 13-го числа, то есть еще два дня до 15-го, в начале 10-го утра постучали в дверь. Я открываю дверь. Тут же дверь с петель сняли. Человек 15 сотрудников следственного изолятора, то есть сержанты, прапорщики, офицеры, во главе с двумя или тремя даже заместителями начальника следственного изолятора, зашли и выкинули наши вещи. Причем самым безобразным образом... Сейчас, секунду, вот все вещи находятся у здания на улице. Выкинули, часть поломали. Многие вещи пришли в негодность. Это было вчера, выкинули. Эту ночь мы с женой провели здесь, вот на этом диване. Утром пошел дождь, опять же, вещи, не знаю уже, что. Да, их теперь только выкидывать. Хотя все это наживалось трудом. Что еще? Ну, данное общежитие находится по адресу Санкт-Перополь, бульвар Ленина, 4А. Оно строилось при моем личном участии, я тогда еще был лейтенантом. Ну вот, так получилось, что ушел на пенсию, никому не нужен. Просто как собак, выкинули на улицу и все. Вот такую благодарность вы получили. Да. Понял.